Приветствую вас бойцы! Ну и на повестке очередная топовая подборка самого свежачка с пылу с жару. Но и не буду излишне предисловить и сразу к подробностям. Итак, весь мир ММА уже облетел отличная новость о грядущих противостояниях в Саудовской Аравии. И кто и тематики уже экс-чемпион Роберт Уитакер сильно высказался о характере поединка против Борза Чимаева. Я понимаю стоящую перед ним задачу. Это будет непросто и я собираюсь надрывать зад в тренировочном лагере. Жду этого с нетерпением. И хорошо, что в предыдущем бою я не получил травм. Я чувствовал себя хорошо и они предложили мне бой. И на тот момент я дрался 4-5 недель назад. Я был готов принять еще один тяжелый поединок. Ведь каждый тяжелый бой двигает мои навыки на новый уровень. А победа в этом поединке делает меня следующим претендентом. И это моя цель. Хамзат сильный боец. Он любит бороться и у него есть нокаутирующая мощь. Он любит играть роль злодея. Но на самом деле он благородный и уважительный боец. Мы выйдем и проведем честный бой. И оба собираемся оставить все в октагоне. Он никогда не сдается. И я никогда не сдаюсь. И я с нетерпением жду возможности творить историю в Саудовской Аравии. Но далее незаконченное дело не оставляет в покое экс-двойного чемпиона Джорджа Сент-Пьера. Несмотря на то, что Джордж многократно говорил, что не любит драться чувство конкуренции Джорджа все еще на запредельном уровне. И в очередной раз Джордж высказался о поединке против Хабиба Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Сент-Пьера уверен в том, что смог бы лишить Хабиба Нурмагомедова нолика в графе поражений, если бы их бой состоялся 4 года назад, когда в сильнейшей лиге мира обсуждали данное противостояние. При этом отметив, что у Хабиба очень хороший оверхенд справа, он очень хорошо отмеряет дистанцию и создает дилемму в голове соперника, который не знает чего ждать, тэкдауна или оверхенда. Он очень хороший, наиболее опасен, когда прижимает вас спиной к сетке. Но мой стиль другой, и я переводил всех, с кем дрался. Я не хочу сказать, что побил бы Хабиба в любое время. Я просто уверен, что если бы этот бой тогда состоялся, я бы его побил. Может быть, я ошибаюсь, но я верю, что побил бы Орла. Двакармье считает, что бой Махачева и Парье – беспроигрышный вариант для UFC, и это будет самый большой бой в карьере Ислама с точки зрения кассы. Тренер американской академии гикбоксинга Хавиер Мендес, работающий с бывшими чемпионами UFC Хабибом Нурмагомедовым, Кейном, Веласхесом, Даниэлем, Кармье, Люком, Рокхолдом и возглавляющим тренировочный штаб действующего обладателя титула UFC в легком UFC Ислама Махачева, назвал самого талантливого бойца, с которым ему приходилось работать. А не так давно Кармье заявлял, что пиковый Махачев опаснее пикового Хабиба. Однако Мендес не согласен и считает, что нет никого опаснее Хабиба. Далее Мендес заявляет, кто сильнейший вообще. И по словам американского специалиста, им является россиянин Усман Нурмагомедов. Самый талантливый это Усман. Ему нужно быть в мейнстриме. А мы все знаем, что мейнстрим это UFC. А если вы не в UFC, вы не получаете признание, которого заслуживаете. Также Хабьер раскрыл так называемую тайну, а Хабибе и назвал единственного бойца, после удара которого Хабиб был потрясен. По словам Мендеса, более крепкого подбородка, чем у Хабиба Нурмагомедова, он ни у кого не видел. И единственным бойцом, который потряс россиянина, был американец Майкл Джонсон. Ну и в завершении, Джо Роган жестко проехался по Макгрегору, при этом напомнив о Хабибе. Как-то в интервью Конор высказался о актерской игре, заявив, что актерская игра труднее, чем бои ММА. Роган возразил. Актерская игра труднее, чем ММА? Послушайте, это неправда. Это неправда даже для него. Что труднее? Сниматься в фильме «Дома дороги» или драться с Хабибом? Это же бред. Он сломал ногу в бою с Парье. Это немного сложнее, чем актерская игра. Понятно, что сейчас парень продвигает фильм, и он действительно хороший промоутер. Возможно, лучший промоутер в истории спорта. Но что актерская игра труднее ММА? Это просто кликбейтный заголовок. Чем она может быть сложнее? С затратой времени, да, ты будешь находиться на съемочной площадке почти 16 часов в день. И, вероятно, будешь сидеть около 10 часов, ожидая своей очереди. Особенно, если ты Конор, а не Джейк Джилленхол. Ну и на этом, дорогие друзья, наш короткий выпуск подошел к концу. Для вас я, как всегда, постарался собрать максимально самую интересную подборочку. Ну а с вами Абрейка ММА. Кто еще не подписан, подписывайтесь, поддерживайте ролик своим чемпионским лайком, накидайте любых комментариев для продвижения. Ну и услышимся в следующем выпуске. Мирного неба вам всем, добра, пока-пока.